Всем привет! Давайте сегодня поговорим о ваших ошибках. Есть два типа реакции с участием АТФ. В общем виде пишу, субстрат превращается в продукт. И обе эти реакции идут с участием АТФ. В одном случае АТФ расщепляется до АДФ и фосфора неорганического. В другом случае АТФ расщепляется до АДФ и фосфор неорганически присоединяется к продукту. Если над стрелочкой у нас все части от АТФ остались, именно остались над стрелочкой, значит в этой реакции идет расщепление АТФ. И это типично шестой класс. В данном случае АТФ расщепилась, однако часть ее перенеслась на продукт. Перенос, трансфер. Следовательно, это трансферазы. В данном случае у нас синтетаза. Первая реакция и фосфотрансфераза, перенос фосфора, она же киназа. Вы путаете шестой и второй класс. Обратите внимание, еще раз, АТФ, все части АТФ остаются над стрелочкой. В данном случае часть АТФ переносится на продукт. Ошибка номер 2. Реакции с углекислым газом. В одних реакциях он добавляется, то есть плюс СО2. В других реакциях он уходит, минус СО2. В данном случае первая реакция у нас реакция карбоксилирования. Как правило, эти реакции идут с участием АТФ. До АДФ и фосфора неорганического расщепляется наш АТФ. Следовательно, это шестой класс. Запомните, углекислый газ просто так в формулу не зайдет. Для этого нужно приложить какую-то силу. Вот эту силу, эту энергию как раз таки дает АТФ. Пермет называется по названию субстрата, какой субстрат карбоксилаза. Второй тип реакции – декарбоксилирование. Обратите внимание, когда вы будете подсчитывать количество двойных связей субстрата и продукта, бывают реакции, когда одинаковое количество двойных связей и у субстрата, и у продукта. Если смотреть по реакции, вот он над стрелочкой выходит, следовательно, он может писаться вот как плюс СО2. То есть углекислый газ, он же идет в те вещества, которые образуются вместе с продуктом, то есть в правую часть нашей реакции. И не забываем, что СО2, если написать структурно, имеет две двойные связи. Поэтому при подсчете у субстрата считаем двойные связи, у продукта – продукт плюс, вот эти две двойные связи СО2. Вот на этих реакциях вы очень часто путаетесь. Это у нас четвертый класс. Ферменты называются по названию субстрата декарбоксилазы. Напоминаю, первый класс, дегидрогеназы, реакции обратимые. Единственное исключение, когда они идут с выделением углекислого газа. А как же назвать дегидрогеназы, если реакции обратимые? Где субстрат, где продукт? Давайте называть всегда и смотреть, от какого вещества отнимается водород. То есть смотрим на реакцию. В данном случае водород, вот он водород, два водорода, два протона, НАД принес. Если смотреть реакцию наоборот, то есть по этой стрелке, то водород уходит, то есть приходит НАД без протонов. И у нас получается ПВК. Так вот, называем мы всегда дегидрогеназы, Д отнять, от того вещества, от которого мы отнимаем. То есть в данном случае в реакции лактат дегидрогеназа, а не перуват дегидрогеназа. Аббревиатура ЛДГ. Запомните, сейчас очень важный момент. В биохимии существуют ферменты, которые работают в паре. То есть направление реакции в одну сторону у нас идет, работает один фермент, в другую сторону у нас работает другой фермент. Эти реакции распространены в биохимии, и давайте их запомним. Если вы это поймете, вам облегчится изучение очень многих метаболизмов. Итак, это первый фермент, который работает вот в этой паре. Я сразу их озвучу. Это киназа и фосфатаза. Киназа, помню, фосфорилирует. То есть добавляем АТФ, АДФ выходит, и фосфор неорганически присоединяется к продукту. То есть в данном случае работает киназа, второй класс. В обратную сторону киназа не работает, работает другой фермент. Чтобы убрать фосфор, нужно просто добавить воды. Я уже говорила об этих реакциях. Эти реакции катализируют гидролазы. Гидролаза, третий класс, просто добавь воды. Но и так как она забирает фосфор, то это фосфатаза. Вот мы и вышли на два фермента, которые работают в паре. Сделайте паузу в видео. Запомните эти реакции. Киназа добавляет фосфор, забирает фосфор, фосфатаза. То есть эти два фермента работают в паре, и они антагонисты. Вот еще одна интересная реакция. Мы видим здесь фат, как в первом классе. И мы видим двойную связь, как в четвертом. Вопрос. Кто здесь главный? Первый класс или четвертый? Так вот, запомните. Главный всегда первый класс. Если у вас есть коферменты над, фат, над, эф, и появляется двойная связь, смело пишите первый класс. Потому что он главный. Поэтому фермент здесь будет сукцинат, дагидрогеназа. Первый класс. Ну, если говорить уже о главенстве других классов, запомним номер один первый класс главный. Далее по значимости вы, как ни странно, ищите четвертый класс. То есть смотрите, нету ли разницы в двойных связях у субстрата и у продукта. Далее все по той классической шпаргалке, которую я вам записала. Никаких исключений больше нет. И внимание, анонс следующего видео. Я запускаю квест. Первый уровень будет у нас самый легкий. То есть мы будем тренироваться называть ферменты. Приглашаю всех на квест.